Китайские ученые притащили из тибетских гор две ледяные глыбы возрастом примерно в 15 тысяч лет и обнаружили в них десятки видов древних вирусов, многие из которых науки неизвестны до сих пор. Ух ты! Ребят, вот вы знаете, мне сейчас так материться захотелось. Эти уроды уже один вирус выпустили на свободу, полтора года весь мир раком стоит, им онова показалось мало, и дегенераты поперлись на тибет, чтобы притораканить оттуда в люди еще немного непонятной заразы. Реальные идиоты, а? Чуть им барбосам не живется спокойно, лезут куда не просят. Шли бы лучше машину времени изобретать или алхимией, пусть занимаются золото из камня, учатся добывать это хотя бы безопасно для окружающих. Начинаем! Кстати о вирусах, точнее об одном новомодном вирусе Голикова снова отжигает и видимо желание толкать свою жижу в промышленных масштабах. Я про спутник окончательно взял оверх над здравым смыслом, и мадам Арабидол начала рассказывать скрипцам сказки о совсем чудодейственных свойствах ее вакцины. Короче, жижа оказывается настолько прекрасна, что перед вакцинацией вам теперь даже анализы медицинские сдавать не нужно, или там тестирование на наличие антител проходить. Смело колитесь и будет вам счастье, потому что спутник Ви это же почти что святая вода. Не удивлюсь, что еще через пару-тройку недель нам начнут втирать, будто бы в Ватикане это чудо для обрядов и таинств собираются начать применять, а потом что те, кто приняли этот дар в себя через какое-то время мироточить начинают. Я также хотела обратить внимание на следующее, что проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции нужно без необходимости изучения и учета данных гуморального иммунитета. А если серьезно, друзья, ну что за брешь? Что значит не нужно сдавать анализы? Мы же не про партию шахматы говорим. Любая прививка это вмешательство в течение естественных природных процессов в организме человека. Каждый организм уникален, поэтому ну как без анализов? Хорошо, давайте на пальцах простой пример. Вот ты купил, скажем, новый автомобиль. Что ты делаешь в первую очередь? Правильно. Едешь к специалистам, дабы они этот автомобиль протестировали. Ну хотя бы для того, чтобы ты понимал, какое масло туда лить, каким топливом заправляться. Так или нет? А ведь это всего лишь машина, железка. Однако ты понимаешь, залью в эту железку не то масло, двигатель стукнет. Начну заправлять не тем топливом, горя хапну. А тут вообще живой организм. Со своими особенностями, со своими бактериями, со своей микрофлорой и анализов. Говорят нам всякие Голиковы перед вмешательством сдавать не нужно. А Ваня опять все это глотает. Вы не верите мне? Вообще скрипцы это какая-то отдельная раса. Вот 21 год им врубцы экранов телевизоров и они знают, что им все это время врали. Еще позапрошлой зимой подавляющие большинство этих самых скрипцов со мной были согласны. А потом началась пандемия. Теперь Ваня уверен, что вот сейчас-то ему начали говорить правду. Ага, причем те же самые люди. Ну теперь же типа общая беда и она нас сближает. И на самом деле не понимаю, что должно быть в голове у человека, как вообще можно не замечать очевидного. А впрочем, это реальная журналистика. У нас же свой особый путь, как я забыл. А вот это и будет темой сегодняшнего выпуска. Поехали! Пропагандисты опять рассказывают о росте реальных доходов населения. Согласно очередному отчету путинского Росстата, во втором квартале текущего года граждане в Великой и Могучей стали богаче почти на 7% в годовом выражении. Да ладно, серьезно. Напомню, они о росте реальных доходов населения нам труд. То есть на самом-то деле вы оказывается не просто на 7% больше теперь зарабатываете. Это же с учетом увеличения цен. То есть вот автомобили подорожали, скажем, примерно на 12,5%. Оно Росстатом учтено. Продукты в стоимости прибавили почти третий. Это тоже ребятишки из Росстата учли, а также учли коммунальные тарифы, бензин, одежду, обувь. В общем, все, все, что подорожало, все это они учли. Оказалось, что ты еще и в плюсах на 7% остался. Я правильно понимаю, что тогда валовый доход среднестатистического россиярина где-то вдвое выше стал. По сравнению с тем же мартом. Сколько там медианная зарплата тогда была? 32 тысячи. А сейчас стало быть 64. Дорогие ватники, можно вас? Подойдите сюда. И поднимите, пожалуйста, руки те, кто получают и меньше 64 тыр. Нет таких? Все больше, да? Ну, наконец-то, с колен встали. А то мы ведь не верили. С другой стороны, и тогда получается, что путинские друзья из ВТБ банка брешут, потому что буквально в середине июля в конторе господина Костина решили подсчитать число состоятельных россиян. И оказалось, что таковых на всю страну менее полутора миллиона человек отыскалось или 0,9% населения. Ребят, меньше 1% состоятельных граждан в РФ. Причем к состоятельным в ВТБ при подсчетах относили отнюдь не миллиардеров, а-ля Дерипаски или Потанины какие-нибудь, а всего лишь тех, чей месячный доход превышает 120 тысяч рублей. Согласно только что выведенными нами цифрами по Росстату, две медианные зарплаты и ты состоятельный человек в слезы. А вот накость, тогда я не догоняю. Кто-то ведь тут врет. Ну, Росстат врать не может, это ж Халуи Владимир Владимировича. Костин тоже врать не может, он тоже, вассал его величества. А, теперь все понял, это как с отрицательным ростом экономики, видимо. Реальные доходы на население выросли, но число состоятельных граждан при этом по-прежнему остается на отметке начала рывка. Фух, разобрались. Ну и коль скоро с разговоров о пандемии начали, к ним предлагаю и вернуться в Екатеринбург. Мой родной, вас приглашаю, где в очередной раз отличился господин Симоновский со своими адептами. На этот раз бесстрашный фанат Великого Кормчева решил снять клип в узнаменование начала Олимпийских игр в Токио, где Россия, как всегда, в последнее время выступает без флага, без гимна, как какое-нибудь племя Тумба-Юмба. Уральский бизнесмен решил неправильно это. Спортсменов племени надо поддержать, а заодно, ну как и не лизнуть по этому поводу к Главнюку. Короче, в минувшую пятницу в 6 утра пригонал Симоновский в один из районов города несколько сотен своих рабов, и рабы там под руководством местных халдеев из ОНФ упражнялись в послушании. Хотя, судя по счастливым физиономиям ущербных, даже удовольствие шестерки получить умудрились. Нет, я не против того, что господин Симоновский развлекается, киношки всякие смешные с массовкой снимает. В конце концов, человек делает это за свои деньги, а не за счет бюджета. Флаг ему в руки и ветер в горбатую спину, как говорится. А уж его политические предпочтения и вовсе его личное дело, но... Первое. Я не понимаю, кто давал бизнесмену право будить людей в 6 утра. Я не про его рабов сейчас. Я про людей, живущих в микрорайоне Ботанический, где барин тем пятничным утром забавлялся. Очевидцы говорят, музыка орала. Командиры в матюгальнике командовали, ад был кромешный. Второе. Нам по ящику опять с утра до вечера о коронавирусных кошмарах рассказывают. Локдауном со дня на день пугают, мол, все очень и очень печально. Число заразившихся растет в геометрической прогрессии. Опять на Симоновского ничего не распространяется. Ни пандемийные ограничения, ни законы о несанкционированных митингах. С чего бы это? А впрочем, тогда знаете что? Не пошли бы вы лесом со своей эпид-обстановкой и запретами на митинги, господа чиновники? Надоело. Что за дела? Почему одним можно, а другим нельзя? И с чем я требую ответа от должностных лиц города Екатеринбурга? И до тех пор, пока ответа не последует, считаю, что у властей нет права требовать чего-то от нас, от горожан. Я все сказал. Ну и еще немного информации к размышлению ура патриотам подкину. Россия снизила объем закупок противораковых препаратов по гостендерам на 67%. Речь идет об 11 наименованиях, лечение этими препаратами больше не оплачивается по программе ОМС. Для тех, кто на бронепоезде, повторюсь, государство снизило долю закупок противораковых препаратов почти на 70% по 11 позициям. Как думаете, почему? Потому что больных онкологией стало меньше? Да нет. Потому что чинуши решили, что спасение утопающих это дело рук самих утопающих. У тебя рак, вот ты, выплывай как умеешь, а мы умываем руки. А ты? А ты и дальше продолжай верить, что прививку от коронавируса Гуликова с Поповой тебе от большой любви и из чувства вселенской заботы о твоем здоровье хотят сделать все. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на наш канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению роликов на ютюбе, которые топят сегодня не халуйские каналы. На наш тикток подписывайтесь. Ссылка внизу и в закрепленном комментарии. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за всем спешу. Откланяться пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok